Меня зовут Денис, я работаю в DataArte уже три года, я Java разработчик. Сегодня мы поговорим о том, как обнаруживать объекты на видеопотоке с камер наблюдения. И я свой доклад построю следующим образом. Вначале я расскажу в целом поверхностно о сверточных нейронных сетях. В общих чертах обрисую, как они работают. Затем я расскажу, как решается задача детектирования объектов с помощью сверточных нейронных сетей. Продемонстрирую работу сети YOLA. И в конце я покажу, как эту сеть YOLA я чуть-чуть модифицировал для решения нашей задачи. Задача машинного обучения, собственно, самая простейшая задача компьютерного зрения – это классификация. Результат работы классификатора довольно простой. Он сопоставляет изображение с какой-то заранее известной категорией. Например, классификатор может нам дать результат, что на этом изображении изображен код. Это категория. Чуть больше информативный результат нам может дать детектор. Детектирование сможет проанализировать композицию объектов на изображении и дать нам информацию не только о том, что изображено, но и где. Результат работы детектора схематично можно видеть на слайде. Он говорит, что на изображении есть три объекта – автомобиль, пёс, кот. Эти задачи решаются не так просто, как хотелось бы. И основная сложность при решении таких задач – это так называемый семантический разрыв. Что это обозначает? Изображение обычно представлено в памяти компьютера как трехмерный массив чисел. Каждое из этих чисел – это просто значение яркости пикселя в каком-то определенном канале. И вот такая вот матрица чисел, ее сопоставить с какой-то категорией, просто со строкой для компьютера, довольно задача нетривиальная. Кроме того, это еще усложнено тем, что один и тот же объект одного и того же класса может выглядеть очень по-разному в разных случаях. Это называется внутриклассовая изменчивость. Вот на слайде видно примеры объекта категории «автомобиль». Мы легко можем распознать автомобиль, но это не так просто для алгоритма. И один и тот же класс может иметь разную форму, цвет, ракурс, освещение. Это все объекты одного класса, но они очень сильно отличаются друг от друга. И такая задача решена довольно хорошо и довольно успешно решается с помощью сверточных нейронных сетей. Структура такой нейронной сети, показанной на рисунке, но вы, пожалуйста, не пугайтесь, ничего страшного нет, она состоит из слоев трех типов. Это сверточный слой, это те самые слои, которые выделяют признаки объектов. Слой субдискретизации и полносвязный слой в самом конце. Я сейчас в двух словах опишу работу каждого слоя. Сверточный слой. Он, собственно, выполняет основную работу в сверточной сети по выделению признаков. Следует вообще сверточную нейронную сеть понимать, как каскад фильтров, вот эти вот самые сверточные фильтры. И выделяемые признаки на объектах, их структура усложняется с каждым новым слоем. То есть если фильтры во внешних слоях нейронной сети будут обнаруживать какие-то простые геометрические примитивы, например, они будут детектировать линии горизонтальные, косые, какие угодно. На следующем слое будут сверточные фильтры, детектировать уже какие-то комбинации прямых, это будут какие-то уже кривые. Дальше будут какие-то фигуры, замкнутые, не замкнутые. А в самом конце последний слой может уже детектировать довольно сложные признаки объектов. Если оно, например, обучалось на животных, то это будут лапы, носы, хвосты, глаза и прочее. Как же выделение этих признаков работает? Сверточный фильтр имеет так называемое ядро свертки. Он изображен в этом примере справа. И изображение, которое поступает на вход такого фильтра, всегда можно представить в виде матрицы чисел. Это вот наше изображение. И там, где яркость высокая, числа тоже высокие. Они соответствуют яркости. И операция свертки – это просто попиксельное произведение значений параметров ядра этого фильтра с теми значениями тех пикселей, над которыми это ядро сейчас находится, на которое оно смотрит, грубо говоря. А затем эти все произведения слаживаются. И в случае, если изображение, которое мы анализируем, похоже на фильтр, то такая сумма произведений в результате даст большое число. То есть он генерирует такой сильный отклик на этот признак. Соответственно, если там будет здесь, например, горизонтальная линия, он совпадет где-то в одном месте, и число будет гораздо меньше. То есть такой фильтр на другой признак не сработает. Вот этот вот свертку, сверточный слой, в нем это тот ядро свертки, оно как бы скользит над входящим изображением и применяется каждый раз над той областью, над которой оно находится. Если, как в этом примере, на входе у нас есть изображение, оно содержит 5 признаков, матрица 5 на 5, это 25 признаков. И у нас фильтр, это вот его ядро, которое скользит над изображением. Это содержит 3 на 3 параметра, 9 параметров. И вот операция свертки, результат операции, представлен вот в этой матрице. Это вот выход этого слоя сверточного для данной матрицы. Вот эти вот параметры фильтра, которые записаны в уголках, они настраиваемые параметры, и они должны быть подобраны таким образом, чтобы детектировать тот или иной признак. Вот, собственно, это все по поводу сверточного слоя. Идем дальше. А, нет, еще есть. Свертка. Может применяться по-разному. Бывают такие случаи, когда шаг у нас не равен единице, а равен, например, двум или вообще какой-то произвольный. Это называется striding, когда этот параметр, это шаг, с которым фильтр скользит над изображением входным. Кроме того, входное изображение часто дополняют нулями. Это нужно для того, чтобы на выходе мы получили изображение с результатом отклика этого фильтра такого же самого размера, что было на входе. Это называется padding, дополнение. Так же в сверточных нейронных сетях есть слой субдискретизации. Это вообще элементарная штука. Чаще всего этот слой, он просто нужен для того, чтобы усилить задетектированные в предыдущем сверточном слое признаки и убрать лишние детали, которые не несут уже информацию. То есть мы задетектировали какие-то там определенные сильные признаки, а остальные нас уже не интересуют. И мы, кроме того, он уменьшает количество информации, оставляет только самое важное. Делается это очень просто. Это называется, чаще всего выбираются просто максимальные элементы. Вот он скользит с шагом два, ядро два на два, и выбирается шесть, восемь, три, четыре. И на выходе получается результат. Матрица становится в два раза меньше, по горизонтали и по вертикали, но в ней сохранены самые сильные признаки, которые были задетектированы сверточным фильтром предыдущим. И вот так вот слой свертки, слой субдискретизации постоянно чередуются друг с другом. Один выделяет признаки, другой их прореживает и оставляет только самые сильные. В самом конце у сети, которая осуществляет классификацию, есть полносвязный слой. Его идея в том, чтобы выход всех нейронов предыдущего слоя, то есть все пиксели с предыдущего слоя, соединяются со всеми нейронами следующего слоя. Вот так вот, каждый с каждым. В таком слое очень много параметров, потому что каждая связь — это параметр, она характеризуется каким-то весом, это тот коэффициент, на который вход будет умножен. Но при этом его довольно просто вычислить, потому что это просто произведение и сумма. И на выходе с полносвязного слоя, которых может быть несколько слоев, в данном примере их два, на выходе уже будет активацию этих нейронов, можно трактовать однозначно. Например, этот нейрон будет активироваться, когда на входе у нас котик, а этот нейрон будет активироваться, когда на входе собачка. Соответственно, мы смотрим, здесь ноль, здесь один, значит, наверное, пес. Как же заставить это все работать? Нейронная сеть может содержать в себя тысячи или, может быть, даже миллионы параметров, тех самых значений весов, параметров фильтров сверточных. И надо их подобрать таким образом, чтобы она нам выдавала правильный результат. И для этого используются, ну, вы знаете, нейронные сети обучают, и обучает нейронную сеть алгоритм оптимизации. Я не буду вдаваться в подробности, как она работает, но в общих чертах идея там в том, чтобы последовательно показывать нейронной сети какие-то значения изображений с обучающего множества и вычислять ее результат на каком-то обучающем изображении. А затем этот алгоритм оптимизации, в зависимости от того, насколько сеть ошиблась, принимает решение, как изменить ее параметры, вот те самые веса, чтобы ошибку уменьшить. И это обучение повторяется вот так вот, итеративно показывая разные примеры из обучающего множества до тех пор, пока ошибка не станет достаточно маленькой. Можно это вот так вот умозрительно представить следующим образом. У нас есть такая многомерная функция ошибки, которая зависит от параметров. Вот она у меня изображена вот так схематично вот здесь. Вот это вот функция ошибки от параметров. На схеме два параметра, но мы держим в голове, что их у нас на самом деле гораздо больше. И нам вот эту вот функцию, которая вычисляется вот просто, тут видно, как вычисляется. Мы предсказанное сравниваем с истиной и смотрим, насколько они отличаются друг от друга. Если разница высокая, значит ошибка большая. И вот эту функцию нам надо просто найти ее минимум. И вот этот алгоритм оптимизации, он как бы шарик скатывается вот по такой поверхности вниз. И вот когда мы доходим до самого низа, то есть место, где ошибка наименьшая, ну или близка к какому-то минимуму, то мы считаем, что сеть обучилась, и она показывает хорошие результаты. Идем дальше. Про детектирование объектов. Те сети, которые я показывал раньше, они выполняли классификацию. И вот этот вот последний слой, он говорит нам о том, какой класс объектов она видит на изображении. Классификатор можно применять на какое-то изображение более сложное, которое является композицией объектов. И самым простым способом делать это детектирование, применять классификатор много раз, вот так вот, как показано на рисунке, это анимации. Это называется скользящее окно. Вот здесь мы видим улыбающего человека, его зовут Адриан, правда там. Идея в чем? Классификатор применяется множество раз, и тут, собственно, как он работает, вполне понятно. Это очень легко реализовать, но есть существенный недостаток, это очень медленно работает. Надо его выполнить много раз, и часто приходится выполнять в тех местах, где ничего нет, и там, ну, даже если там ничего нет, это все равно нам вычислить, строить достаточно дорого. Чуть более лучший подход — это сети с предложением регионов. Они называются там, их много, это R-CNN, FAST-R-CNN, FAST-R-CNN. Их там по-разному называют, они там разные версии бывают. Но идея у них приблизительно одна у всех. Есть перед выполнением этого классификатора выполняется простой алгоритм, который анализирует изображение и находит на изображении интересные регионы, там, где что-то меняется, что-то происходит. А регионы, где все однородное, там он их отбрасывает, так как, скорее всего, там ничего нет, они не представляют интереса. Этот алгоритм извлекает регионы, которые могут быть интересны, предлагает из сети вычислить и проанализировать, что там находится. И если там она что-то находит, она говорит о том, что там находит, и получаем результат. Это работает значительно быстрее, чем скользящее окно. Она показывает высокую точность, потому что регионы можно предсказывать, мы умеем предсказывать регионы довольно хорошо. Это похоже на такой аналогии. Есть в фотошопе, я думаю, вы все знаете, инструмент «Волшебная палочка». Вы там кликаете на что-то, она выделяет границы. Вот это вот похоже. Можно вот такую аналогию проводить. Но все равно надо прогонять сеть для классификации много раз на разных регионах, и это все еще достаточно долго и не подходит для анализа видео в реальном времени. Совсем другой подход к этой задаче предлагает сеть YOLA. YOLA – это акроним, что значит «You only look once». Из названия понятно, что она детектирует все объекты за один проход. И на выходе мы сразу получаем вот эти регионы предложенные. Она работает действительно быстро. Это таблица из работы автора, он ее сравнивает с другими сетями. И вот видно, вот «Faster CNN» на его железе показывала полкадра в секунду, а вот его там разные YOLA 2 с различными разрешениями, там вот 50, 60, 80. Ну то есть она заметно быстрее. Кроме того, у нее есть существенное такое, как мне кажется, преимущество. У нее нет в конце полносвязного слоя, и это позволяет менять ее разрешение, не переобучая ее. То есть можно ее обучить, например, в низком разрешении, там на 400 пикселей, на 416 пикселей, на 416. А затем те же самые фильтры с теми же самыми коэффициентами использовать для анализа больших изображений, и она будет показывать, проводить большие вычисления, но показывать хорошие результаты. Ну да, у нее еще крутое название, но это не я его придумал. У нее есть, конечно же, недостатки, надо чем-то за это платить. Но в случае, когда объектов на изображении несколько, и они такие слипшиеся, друг с другом находятся близко друг к другу, на близком расстоянии друг от друга, тогда она может глючить в таких ситуациях и обводить их одной границей или игнорировать их. Она плохо распознает мелкие объекты, близко расположенные. Кроме того, те границы, которые она угадывает, она их угадывает не точно. То есть объект не всегда четко попадает, эти границы, которые она очерчивает вокруг объекта, не всегда четко его очерчивают. Оно там немножко плюс-минус вы увидите. Это схематическое изображение, которое показывает, как оно работает. Последний слой – это матрица 13 на 13 в данном случае. Она делит изображение на множество одинаковых регионов. И для каждого такого региона она строит множество коробочек, вот этих прямоугольников с предсказаниями. И, да, возможные рамки. И каждая рамка содержит в себе вероятность того, что в этой рамке находится объект того или иного класса. То есть это на выходе мы получаем для каждой рамки множество вероятностей объектов тех классов, которые она знает. А затем ее выход выглядит вот таким вот образом. Но затем мы отсекаем рамки с вероятностью, которая ниже пороговой. То есть все рамки, которые она строит, большинство из них – это рамки, у которых вероятность 0.1, 0.01, очень низкая. То есть там просто шум какой-то, и она там детектировала какую-то ерунду. И остаются только те рамки, в которых вероятности объектов достаточно большие. Например, больше 0.5 или 0.7. Зависит от того, насколько вы хотите строго фильтровать. И на выходе мы уже получаем результат. Вот собаку, велосипед, автомобиль, как на этом примере. Я хочу сейчас запустить маленькую демонстрацию, чтобы вы увидели, как она работает в реальном времени. Секунду. У меня есть веб-камера, и она смотрит в зал. Вот вы видите, она обнаруживает люстру, даже обнаруживает. Хотя нет. Я могу ее, наверное, возьму, даже вот так вот ее подвину, или там короткий провод, я не знаю. Вот она видит, что здесь много людей. Где-то вдалеке она увидела монитор. Это обученная сеть. Я ее не обучал. Она уже была готовая. Вот можно увидеть, что она видит на столе. Она обучена на множестве объектов и показывает их вероятности. Видно, что результат 14-15 кадров в секунду. Ну, это нормально. Идем дальше. Это тайне Йола. На слайде вы сейчас видите. Это тоже Йола, только чуть-чуть меньше. В ней уменьшили количество слоев и количество фильтров в каждом слое. При этом она тоже может показывать какие-то результаты. Можно видеть, что сверточные слои чередуются со слоями. Это max pooling, значит, это размеры ядер этих слоев. Это количество этих самых фильтров в каждом слое. Видно, что число фильтров и, соответственно, задетектированных признаков растет с глубиной сети. Количество информации в сети уменьшается. На входе было изображение 416 на 416, 3 канала. Затем после свертки у нас получается 16 каналов, потому что у нас было 16 фильтров. Max pooling уменьшил разрешение в 2 раза. И вот так вот до конца. В конце у нас те самые регионы, квадратики, которые мы видели. И в каждом слое это вероятности объектов каждого типа для пяти видов рамок. Я сейчас хочу вам показать, как эта сеть будет работать на Full HD видео, но при этом разрешение сети я оставлю таким же. 416 на 416. Это видео, захваченное из привокзальной площади. Тут ездят автомобили, ходят люди, но результат не очень хороший, потому что изображение в Full HD сжимается до 416 пикселей и теряется много информации. Если увеличить ее входной слой до такого размера, чтобы помещался кадр в Full HD видео, то будет это работать следующим образом. Я сейчас остановлю. Вы видите, входной слой теперь уже вмещает кадр в Full HD. Он построил эту сеть. Я сейчас его запущу. И мы увидим, как это работает. Результат стал получше. Он может обнаруживать теперь мелкие объекты, которых очень много, автомобилей, людей, но очень медленно работает. Частота кадров, сколько там сейчас мы увидим? 5 или 6 кадров должно быть. Вы видите, 6 кадров я выделил. Для того, чтобы решить эту задачу, давайте рассмотрим подробнее, что же такое видеопоток с камерой наблюдения. Он обычно современные камеры имеют разрешение достаточно большое. Чаще всего это Full HD, но бывают и камеры на 5 мегапикселей, их легко найти. То есть такие изображения содержат гораздо больше признаков и надо больше вычислительной мощности для их анализа. Но камеры видеонаблюдения чаще используются в каких-то охранных целях, и там ничего не происходит. Чаще всего она снимает что-то, и там все время статичная картинка, статичный фон, и, может быть, ходят люди, как в том примере, который мы так что видели. Поэтому это наводит на мысль о том, что ценная информация находится не в самих кадрах, а в разнице между кадрами. И это нужно использовать. Идея моя была в том, чтобы вычислять разницу между кадрами и подавать на вход нейронной сети не такое изображение, а вот такое вот. Здесь в этой анимации мы видим два соседних кадра и разницу между этими соседними кадрами. Это статичное изображение. На ней видно только то, что поменялось на этих кадрах, то есть силуэт такой, и там, возможно, какие-то шумы. Кроме того, информация о цвете. У нас изображения цветные, и разница, по идее, тоже должна быть цветной. Информация о цвете на разнице не так важна, и я привел его к черно-белому изображению для того, чтобы уменьшить количество информации. Моя модифицированная сеть, которая изучает, анализирует такие вот видео, построенные на основе разницы между кадрами, она стала гораздо меньше, потому что информации меньше, и можно сделать меньше фильтров, меньше слоев, и при этом она будет показывать, проводить меньше вычислений, показывать достаточно хороший результат. Это было мое предположение. Что я ей проделал? Я сейчас запущу еще одну демонстрацию, на которой вы увидите, что попадает на вход такой сети. Вот, это то же самое видео, только подготовленное для… А, тут недостаточно высокая контрастность, наверное. Ну, я думаю, идея ясна. Вот едут автомобили… Да, но там черный цвет есть и другой черный. Да. Но они разные. Вот это именно то, что… Сейчас, секундочку. А, вот убил. Это именно то, что будет видеть сеть. Это Тайни Йола, которая анализирует изображение такого же разрешения, только с тремя каналами и большим количеством фильтров. В ней 84… Для ее работы нужно совершить 84 миллиарда операций с плавающей точкой. В моей сети это чуть больше, чем полтора миллиарда. Моя сеть, получается, должна быть быстрее в 50 раз, потому что 50 раз меньше вычисления. И давайте посмотрим, как это работает. Это то же самое видео. Мы видим, что она детектирует иногда людей. И она была обучена только на детектирование людей, потому что обнаруживать автомобили и все прочее мне было неинтересно. И что бросается в глаза? Неподвижные люди для нее незаметны. Когда кто-то приходит в движение, вокруг него рисуется рамка. Когда он двигается недостаточно быстро, вот как эти люди, которые здесь стоят, они не видны, потому что разницы между кадрами нет в этом месте. Ну, чем-то надо платить за это. Последняя демонстрация. Она может быть… Если сейчас она заработает. Я хочу запустить ее на видео, захваченном в реальном времени. Посмотрим, что сейчас происходит возле Дюка. Вот. Возле Дюка гуляют люди сейчас. Те, которые двигаются, вокруг них рисуются рамки. Это работает в реальном времени. Там получается 50-60 кадров в секунду. Планы. Что можно еще делать? Как это можно развивать? Можно улучшить обучающее множество, добавить в нее новые объекты и научить, например, находить транспорт. Кроме того, было бы интересно запустить это на каком-то слабом железе. Разумеется, не будет 60 кадров в секунду. Но если будет хотя бы там 1-2 кадра в секунду, это будет очень хорошо. Правда, на Raspberry Pi я сомневаюсь, что будет 1-2 кадра в секунду, потому что на моем процессоре оно демонстрирует где-то 2 кадра в секунду без использования видеокарты. На Raspberry Pi, пускай 1 кадр, наверное, будет секунд 5 или 10 обрабатываться. Но для какой-то простой сигнализации или видеоаналитики этого может быть вполне достаточно. Простая видеоаналитика может быть на этом построена. Например, считать автомобили, людей, которые прошли мимо. И использовать в домашней системе видеонаблюдения это тоже вполне возможно. Кроме того, я говорил о том, что часто на видеопотоке вообще ничего не происходит. И можно сделать систему видеонаблюдения, построить такую каскадную. В первом каскаде будет анализироваться вообще разница между кадрами. Например, строится гистограмма этой разницы. И если на ней очень мало белого, то есть все черное, то, скорее всего, там вообще ничего не происходило и запускать какую-то сложную сеть не нужно. Там ничего нового не появилось. Кадр такой же, как и предыдущий. А если гистограмма показывает, что есть какие-то белые изменения, это может быть просто пролетающая птица или что-то неважное. Тогда нам придется запустить сеть, проанализировать эту разницу и понять, есть ли там что-то достойное нашего внимания или это просто соседская кошка пробежала. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Добрый день. Да, слушаю вас. У меня такой вопрос. Вы рассматривали вопрос распознавания на сжатом видеопотоке? То есть, предположим, у нас есть какой-то MP4 файл. Возможно ли в принципе не разжимать его в RAW формат и распознавать так, а работать на уровне там, на U-unit, например? Потому что сжатый видеопоток, он уже делает то, что сделали вы, именно убрав, например, цвета или сравнивать именно разницу кадров, а не сами кадры. То есть, можно ли так делать вообще в принципе? И знаете ли такие примеры? Вот такой вопрос. Ну, да, это хороший вопрос. Если честно, я даже не думал над этим. Да, я думаю, сжатый поток, он содержит в себе вот ту информацию между разницами кадров, как-то более, может быть, даже более эффективно представлено в этом потоке. Но я не так хорошо знаком с кодеками, чтобы узнать, как извлекать эту информацию из этого сжатого видеопотока. Кроме того, кодеков есть превеликое множество. И, честно, мне сложно… Я не знаю, например, разные камеры, в каком виде этот поток сжимают и как его отдают. Поэтому, может быть, такой подход возможен и так сделать можно, но я так не делал. Я не слышал, чтобы так кто-то делал еще. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вам приходилось то обучать YOLO? У нее есть предефайн список типов объектов, которые она может детектить. А если какие-то свои объекты хотите задетектить? Делали это? Нет. Если делали, то как? Насколько это хорошо работает? Насколько много надо примеров в картинах скормить, и чтобы она показала уже какой-то результат? Да, я YOLO дообучал как-то раз. Бралась уже готовая обученная сеть с настроенными весами. Просто продолжалось обучение, показывая ей другие примеры. Примечательно, что в YOLO вообще не нужно ничего не модифицировать. Может быть, разрешение на входе поменять. И дообучение YOLO довольно простое. Можно сравнить с дообучением других нейронных сетей, в которых в конце есть полносвязные слои. Там полносвязные слои полностью убираются и обучаются заново с нуля. В YOLO полносвязных слоев в конце нету, и она просто продолжает свое обучение только на других объектах. Но это не подходит в моем случае, потому что информация принципиально другого типа. То есть и каналов на входе другое количество, и мы всей пришлось обучать с нуля. Ну а так в целом, да, если уже есть обученная, есть какие-то другие объекты, то вполне возможно ее дообучить. Отлично, спасибо. Еще один вопрос отсюда, а потом к вам. Здравствуйте. Спасибо огромное за доклад. Вопрос касается слежения за пассажиропотоком. Я помню, как-то сталкивался с этим вопросом. 8 лет назад это был очень актуальный вопрос, еще в столице нашей. И в чем смысл был? То есть это, например, общественный транспорт, и нужно было определять количество людей, зашедших в транспорт. Это может быть сразу несколько человек, которые заходили в одни двери, и нужно было вычислять, как количество зашло, сколько вышло. То есть разного возраста, то есть определять, возможно, даже возраст. Такие вот вещи. Как вы сталкивались с этим, и какие сейчас наработки в этом отношении есть? То есть чем лучше определять, например? Спасибо за вопрос. Ну, в целом, насколько мне известно, есть какие-то вообще датчики, которые ставятся в магазинах на входе для того, чтобы считать количество, просто количество людей, которые прошли мимо них. Но они работают по совсем другому принципу. Это не анализ видеопотока. Но если применять в контексте применения нейронных сетей и анализа видео, то вполне работающее решение. Но для анализа возраста и для извлечения каких-то других данных надо будет обучать другие модели, которые уже будут, например, обрабатывать изображения внутри найденных в этих регионах. И там будут какие-то регрессоры, которые будут каким-то образом определять этот возраст. Ну, это отдельная тема для изучения. Я думаю, это вполне возможно, да. И я уверен, где-то это уже так и сделано. Очень часто в метро, в крупных городах можно увидеть, что там все обставлено камерами. И как-то они это все, наверное, обрабатываются, видеопотоки с этих камер. В National Geographic я считал, что Лондон самый-самый видеоснимаемый и безопасный в этом плане город. И у них там сумасшедшая какая-то система видеонаблюдения, супер-мега-аналитика. Если вдруг кому-то интересно, я думаю, можно найти эту статью в National Geographic, почитать про это дело. Ну да, те, кому надо, те это делают. И у них наверняка это получается. Следующий вопрос. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Можно ли построить шаблон? Ну то есть камера, она снимает все время одну и ту же область, и там что-то меняется. И построить шаблон, и сравнивать с шаблоном изменения, а не с предыдущим кадром. Я понял. То есть вычитать не предыдущий кадр, а шаблон. Если это помещение, и в помещении всегда одно и то же освещение, то, наверное, можно. Но в реальной жизни немножко не так, потому что у нас есть солнце, меняется освещение. И получается, что надо будет либо иметь очень много шаблонов, либо проще, мне кажется, вычитать последний кадр. Не, ну например, шаблон можно вычислять за неделю. То есть за неделю шаблон не крепко изменится. Ну дождь плюс-минус, это все равно фильтра. Ну дождь это шум, это отдельная тема. Но вот же солнце ходит по небу, и у нас свет каждый раз падает, каждый час по-разному, и тени рисуются в разную сторону. А удалить как шум это нельзя? Ну да, да. Это получается вариант того, что я предлагаю. Можно шаблон строить на основе истории последних десяти, сотни этих кадров. Ну у меня один. Спасибо за доклад, было интересно. Вопрос такой. Например, нас интересует какое-то ненормальное поведение людей. Возможно ли из разницы кадров определить, что ли бежат, или траекторию движения какая-то ненормальная, чтобы эту информацию потом использовать, там, каких-то предотвращения, каких-то терактов или тому подобное. Да, это возможно, но мне кажется, Йола для этого не подойдет. Йола, она решает простую задачу, она просто рисует вот эту вот коробку вокруг человека, ну, вокруг объекта. Но существуют вот эти вот сети, как они называются? Нейронные. Что-что? Нейронные. Спасибо за подсказку. Существуют сети для анализа временных рядов или для каких-то последовательных данных. Их часто применяют там в каких-то финансах или еще в чем-то таком, в том же самом распознавании речи. Это, по-моему, LSTM называются такие сети. Наверняка можно применять ее и для анализа внутри обнаруженного вот этого региона, именно в контексте развития событий в этом регионе во времени. И она будет определять, может быть, она будет анализировать походку и по походке будет что-то определять. Может, она будет просто какие-то опасные действия находить. Кроме того, опасные действия могут содержать какие-то атрибуты, например, оружие или еще что-то такое. И оружие вполне легко можно обнаружить, просто натренировав на нем. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос по вашему классификатору. Как происходит инициализация весов в полносвязном слое, то есть случайными значениями, вот там, где связи нейронов все со всеми? Ну, в YOLO вообще полносвязного слоя нет, но обычно инициализируются они случайными значениями, но там есть некоторые фокусы, как эти значения случайно выбирать. я сейчас точно не могу сказать, как правильно выбрать случайные значения, чтобы она лучше всего обучалась, но там есть некоторые нюансы, об этом можно почитать. Про классификаторы меня спрашивают. То есть там же был, это первая сеть, которую вы рассматривали, там же был полносвязный слой, вот там конкретно как инициализируют? Это так же самое, наверное, думаю. Это больше касается алгоритма оптимизации, просто если проинициализировать веса, эти параметры какими-то экстремальными значениями, то может быть этот конкретный алгоритм оптимизации будет не способен спуститься вниз. Но это довольно сложный вопрос, потому что алгоритмов бывает много разных и может быть для разных по-разному надо инициализировать, но обычно это какое-то там нормальное распределение, там относительно какой-то медианы, я думаю. Здравствуйте, спасибо за доклад. Такой вопрос, я почитал только что про EOLO, там довольно-таки часто контрибутится, хорошая комьюнити. И вот у вас, как у человека, который пользовался с этой библиотекой, по поводу интеграции, то есть с другими приложениями, с другими микросервисами, сервисами, как оно там все вот легко, тяжело, но с точки зрения опыта. Можно там допустим, грубо говоря, да, я почитал, там EOLO может определять лицо конкретного человека, но тренироваться на лицо конкретного человека. И допустим, там мы делаем какой-то warning, ага, там этот чувак пришел к тебе по дверь, там сейвим картиночку, отправляем на какую-то пишечку, которая уже там в security и прочее, ну вот, расскажите в плане вот этих вот всех расширяемостей, приложений и прочее. Ну это зависит от разработчика, который это делает, он может, ну это совсем другая задача, как вы это интегрируете со своей программной инфраструктурой. Я могу сказать, вот свое впечатление поделиться. EOLO изначально автором было, это автор этой сети EOLO, он является еще и автором, как он называет, эффективного фреймворка для машинного обучения, это Darknet, он написан на C, не на C++, используют CUDA и, по-моему, даже OpenSeal там есть, но я могу сказать, что исходный код этого Darknet и реализация EOLO в этом Darknet довольно замысловатая. Для этого надо хорошо владеть и C, и C++. Я не говорю там вникать в эту CUDA и менять там какие-то операции внутри видеокарты, нет, но хотя бы какой-то пайплан выстроить на основе вот этого Darknet, вне того, что автор задумал, это уже требует некоторый навык программирования на C. Но есть всякие, это комьюнити все-таки, есть сторонние реализации этой самой нейронной сети, например, на TensorFlow. TensorFlow достаточно понятный, с ним есть много специалистов, которые с ним работают и можно обучить, например, сеть в Darknet, а запускать ее на TensorFlow. И в последних демонстрациях я так и делал. А TensorFlow уже предоставляет очень удобную инфраструктуру для интеграции с чем угодно. Благодарю.